2018-й переходный, так его окрестил Виктор Томенко. Таковым он стал лично для него с приездом на Алтай и для политических устоев края. Нет никакой избирательности, с этим общаюсь, с этим не общаюсь. Нет никакой закрытости. И это принципы Томенко, которые руководил регионом лишь половину года, а отвечал он сегодня за двоих. Бывший губернатор с 13-летним опытом правления краем Александр Карлин слушал вдумчиво, небеспристрастно и небезучастно оценивал цифры с экрана. Преемник перечислял снижение показателей в промпроизводстве, рост зарплаты в среднем до 25,5 тысяч рублей, но это по-прежнему самое низкое в Сибири, убыль населения. Но зрители были довольны тем, что слышат. Очень важно, что сам губернатор Виктор Петрович впервые, наверное, в столь высокой трибуны о многих вещах сказал сам. Другие вещи ему напоминали оппозиционеры. Впервые за долгое время за трибуны вышли представители «Яблоко», не без юмора. Уж не взыщите на то, в Алтайском крае партия «Яблоко», чтобы губернатор не расслаблялся. И в заключение я хотел бы пожелать вам. О новое время Гончаренко назвал политической оттепелью. Прошедшая оптимизация серьезно сыграла отрицательную роль на миграционных процессах. Ну, судите сами, если в деревне закрыли ФАП, школу, клуб, ну, что делать? Было и чем похвастаться. 427 сирот в прошлом году получили квартиры в сотнях медицинских объектов провели капремонт. В будущем в трех городах края построят сосудистые отделения, муниципалитеты начнут получать доп. субсидии, а промышленность поддержит миллионами инвестиций. Если кто-то вкладывает деньги, он рассчитывает эти деньги вернуть. Это в лучшем случае вернуть, этого недостаточно, они должны быть приумножены. Отсюда вывод, есть инвестиции, есть рост. 600 сельских семей приобретут или построят жилье уже в 2019 году. 600 – это очень беспрецедненное выделение средств на эти цели. В общем-то, планы, сформированные на следующий год, это как раз и есть результат работы в органах власти в прошлом году. Губернатор получил поддержку всех, кроме КПРФ, хотя лично исполняющий обязанности председателя фракции Юрий Оснанчик голосовал за отчет, как и большинство. Кредит доверия Виктору Томенко продлен, но в следующем году ему придется отвечать уже только за себя. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.